Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна. И сейчас я проживаю в России, в Санкт-Петербурге, со своим супругом из Индии Халидом и маленькой дочкой Эмилии. Эти несколько дней у меня были очень насыщены, и я вам сейчас все покажу. Началось у меня с того, что у Милюшки было первое занятие, но мы туда не смогли попасть по причине ее небольшой болезни. Она немножко подпростыла, и, в общем, смотрите дальше. В общем, сегодня мы с Милюшкой должны были отправиться на ее занятия. Первый раз у нее должна была быть, но она у меня заболела. И плюс у нас еще в Петербурге очень сегодня ветрено, очень ветрено, и я решила ее не водить. Она, конечно, расстроилась, просто кошмарно, но я ее расположение купила куколкой. Я пообещала, что куплю ей маленькую куколку и вкусняшку, которую она хочет. Вкусняшку я ей уже купила, она попросила пончика за куколкой, и я как раз иду. Вот такую куколку я ей взяла. К нам приехала Оксана, мы решили все-таки спуститься вниз, немножечко прогуляться, дойти до почты. Будет такой чудесный день, семейный, и будем отдыхать. Оксана, как бандит, улыбайся, то всем кажется, что ты грустная. Я улыбаюсь. Улыбайся, хорошо. Я улыбаюсь. У нас, конечно, хорошая почта, сделали такой чудесный ремонт, чистенько, аккуратненько, но как был беспорядок в работе, так он и остался. Вызвали меня сегодня получить письмо, а потом они его так и мне не выдали. Ну и в итоге мне пришло оповещение, когда я уже была дома, о том, что мое письмо вручили кому-то другому. Я так понимаю, что это были, скорее всего, налоги, но тем не менее, теперь кто-то, надеюсь, их оплатит. Дальше мы пошли с девочками в фикс прайс, и сегодня здесь оказалось, что все подготовлено к Хэллоуину. Мы обычно Хэллоуин не празднуем, но сам по себе праздник такой забавный. Забавный в том плане, что люди наряжаются, веселятся. Почему бы и нет? Я ничего против этого такого дня не имею. В России этот день, можно сказать, карнавал, поэтому я не считаю его сатанистским, либо каким-либо еще, потому что он не празднуется так, как, по идее, празднуется в тех странах, в которых он является государственным. У нас это просто день переодеваний. Но опять же, конечно, мы тоже ни разу не участвовали в этом, но тем не менее. Кстати, мы с Оксаной как-то пытались его праздновать. Мы накупили различных хэллоуинских вкусняшек и смотрели просто дома кино. А хэллоуинских вкусняшек, это значит всякие печенье в виде пальчиков, бармеладки в виде глаз и прочее. А после Милюша уговорила Оксану прийти в кафе для того, чтобы она побегала и поиграла. Но Оксану долго уговаривать не нужно, она с удовольствием отправилась в это заведение, и чтобы Амилия хорошо провела время. Сегодня мы вновь в Марчелесе, и все из-за детской комнаты. А здесь Оксана максимально расстроилась, потому что она купила себе бутерброд с рыбой, а рыбы здесь действительно как-то брали. В общем, у нас сегодня какой интересный день получается. Мы перемещаемся с помещения в помещение, и сейчас решили переместиться к нам на кухню. И девочки сидят и бесконечно хохочут. Оксана сегодня счастливая. Ну, а Милюшка, понятно, всегда счастливая, когда Оксана рядом. А мне сегодня неохота ничего готовить, поэтому я просто пожарю яйцо с помидорами. И этого будет всем достаточно. Обычное. Могодаса партиска законцы дитат. Могодаса, ты бьет сами? Нет? Да? Блажен? Да? Да? Хорошо. Питайте тебя скорее, а то я уже ищу Матейу. Ага, пока. Что сказала? Таня сказала, она приедет в школу. Приедет в школу, что Таня сказала? Да, приедет она в школу Матейом. А на следующий день я пошла в Беза Милюша помогать Татьяне последить за ее сыном, пока та лечит свои зубы. Мы с ним отлично провели время. А по возвращению отправились с Милюшей за шапкой. Мы с Милюшей сейчас бежим в магазин, чтобы купить ей шапочку. Я померилась, и ее шапки уже немножко маловаты. В общем, бежим за шапками. А Милюше, естественно, понравилась именно вот эта шапка. Мне она не понравилась, потому что она сугубо для красоты, не более. Потом мне понравилась вот такая шапка. И вот эта. А потом за нами пришел Халит, и мы решили прогуляться все вместе. Походить здесь, конечно, поудивляться ценам. Я, конечно, не могу сказать, что прям цены высокие на все. Так, что-то, например, дороже, чем в Индии, а что-то намного дешевле. Это, кстати, шапочка, которую мы в итоге выбрали. А дальше мы зашли купить мне чай. Сейчас уже в Петербурге прохладно, и мне почему-то хотелось взять с собой горячего чая в дорогу. Кроме того, он здесь совсем недорогой. После этого мы зашли все вместе переодеться. Погода у нас сегодня так и шепчет. Халин предложил зайти попить кофейку где-то в помещении. Но нам не удалось, потому что все абсолютно места были заняты. Как я и сказала, в Петербурге такая интересная сейчас погода. В этот день, когда мы вошли, было очень ветрено, холодно и дождливо. Парни. Парни. Очень серьезно, мы уже куда-то расстраиваемся. Пойдем домой. Куда бы хватило. В целом листик, птичка. Сегодня мы пришли все вместе в Токио-сити. Обычно мы не ходили сюда раньше, и это в наш первый раз вместе. В общем, сегодня Халеб привел нас с Илюшей в кафе. И мы таким образом решили отметить его приезд и мое день рождения заодно. В общем, у нас такое сегодня образовалось мини-свидание. Кто был в Токио-сити, как вам ресторан? Я знаю, что Токио-сити существует очень давно, и я даже помню его первоначальный вид. Еда обычно здесь была недорогая и неплохая. В этот раз посмотрим, что они приготовят и чем нас удивят. Интерьер заведения совершенно неплохой. Я даже нашла Монро. Мы, конечно же, заказали с Халебом сегодня кофе. А Милюшке молочный коктейль. И ее любимую пиццу, которую она, кстати, не съела. Себе я взяла курицу с ротти. Мне не понравилось, если честно. Халеб заказал для нас кисаделью. Мы что-то решили вспомнить Индию. Помните, у нас было такое видео на канале? А вот его блюдо Поки мне понравилось. Это было очень вкусно. Советую. Так что, в принципе, получилось более-менее доступно. Мы за все заплатили около 2000-1900. Вот так сегодня чудесно переждали холод. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее маленькое видео. Ставьте лайки, если да. И подписывайтесь на канал. И, конечно же, до новых встреч. До завтра. Пока-пока. Пока-пока.